В каждой из первых шести гонок. Иногда это может быть просто импульс, который немного нарушен. Так что мне просто нужно вернуть тот импульс, который был в конце прошлого сезона. Я думаю, что как только вы войдете в позитивный виток, как я назвал бы это, тогда все сложится лучше. И сейчас в одни и те же выходные происходят хорошие и плохие вещи. Так что это еще не был нормальный уикенд. И я постараюсь провести эти выходные позитивно. Для голландца это было тяжелое время, хуже чем в 2016-м, когда другие гонщики жаловались, что он защищается при торможении, вынуждая руководство реагировать и разъяснять правила. Но пока Рикардо выиграл в Китае, Монако Ферстапин наконец выступил за команду на родной земле в Австралии, обеспечив там первую победу Брэнда. У меня была потрясающая поддержка и отличная мотивация. Я счастлив оказаться на подиуме, и разумеется, после победы в гонке чувствую себя еще лучше. И голландец осознал грандиозность своего достижения. Всегда важно побеждать, но выиграть на Рэдбул ринг, как команде с болидом Рэдбул, было потрясающе. Думаю, это была моя лучшая победа в сезоне. Я безумно рад. Большой босс Гитрих тоже был здесь. Все пришли, чтобы увидеть подиум. Так что все довольны. Это был его третий выход на подиум подряд. Серия, которую Ферстапин улучшил, чтобы завершить сезон. Его победа в Мексике стала частью с пяти побед подряд до финала сезона на трассе Ясмарино в Абудабе. Но 2019-й дает шанс на большее, чем переменчивый успех. Будущее. 2019-й год отличный как для Рэдбул Рэссинг, так и для Макса Ферстапина, когда команда переходит с Рено на Хонду. И это был переход к заводской мощности, которая, как надеется, команда, наконец, позволит стабильно сражаться на передовой. Особенно после того, как Хонда потратила больше года на развитие во второй команде Торо Росо. Мы долго и серьезно обдумывали решение о замене силовых агрегатов на сезоны 2019 и 2020. У нас были долгие и успешные отношения с Рено, которые привели к восьми чемпионатам мира и более чем 150 призовых местам. Но мы решили, что для Рэдбул Рэссинг настало время сделать следующий шаг и сотрудничать с Хондой, с нашим новым поставщиком моторов. У нас была возможность увидеть, как компания продвинулась в этом году. И мы пришли к выводу, что чисто по техническим причинам, это правильный шаг для будущего Астон Мартиан Рэдбул Рэссинг. И Ферстаппин, чей текущий контракт действует параллельно с Хондой до конца 2020-го, верит в направление, взятое командой. Я верю в команду, поэтому подписал контракт, и я верю, что нам могут построить лучшую машину на свете. Как раз сейчас нам нужна правильная сборка. Сейчас я думаю, что полная сборка все еще недостаточно мощная, но мы определенно приближаемся, и надеюсь, раньше, не позже, мы сможем получить лучшую сборку по всем параметрам. Я очень на это рассчитываю. В любом случае, в Формуле-1 нет никаких гарантий, поэтому нам просто нужно подождать и посмотреть. Но это критическое время для Ферстаппина, который проявил себя так, что стал пилотом своего поколения. Он показал калибр будущего чемпиона мира Формулы-1, того, кто может побеждать в гонках, в которых не должен, выведя машину и команду за пределы возможностей. Все, что сейчас нужно Ферстаппину, это автомобиль, который сможет стабильно идти впереди всех, и его эра начнется. Он тот, кто станет свидетелем шумных празднований с трибун, поскольку его голландские поклонники исходят с ума, как те немцы во времена Михаила Шумахера, в Феррари. И если он не сможет добиться этого с Red Bull Racing, приготовьтесь к безумию в пардеке Формулы-1, поскольку Мерседес и Феррари хотят его подписать.